Так, третья пара. Изабель Вайдеман и Клаудия Пикштайн сейчас на дорожке. Ну, как я уже говорил, Вайдеман обладательница лучшего результата сезона в мире на этой дистанции. 20 октября в Калгари она пробежала 6.57.84. Пикштайн в Инселе 7.01.17 показала. Ну, вообще, 15 лет назад Клаудия, по-моему, это даже тогда был мировой рекорд 6.46.91, показала 23 февраля 2002 года в Солган-Сити. Это до сих пор ее личное достижение. Но Клаудия Пикштайн, конечно, легендарный абсолютно персонаж. И именно, если говорить о дистанции 5000 метров, и, конечно, ее имя давно уже вписано в историю мирового спорта. И у нее 5 золотых олимпийских наград. Три из них она добыла как раз на дистанции 5000 метров. Причем выиграла три олимпиады подряд. Она выиграла в 96-м, в 98-м и в 2002-м году. Выиграла три раза подряд эту дистанцию. И могла стать уникальным абсолютно человеком, потому что шла и на четвертое свое золото в Турине на этой олимпиаде. Явно на него рассчитывала. Но вот... Фьюз, по-моему, или класс ее тогда обыграла в Турине. Фьюз. Фьюз. Вот она стала серебряным призером. Мечтала о своем четвертом золоте на этой дистанции. В Ванкувере. Но ее в Ванкувер не пустили. В Сочи тоже не получилось выиграть. И вот это уникальное, конечно, долголетие. Клаудия Пикштайн. Она продолжает быть среди лидеров мирового конькобежного спорта. Она с невероятной преданностью и с невероятным удовольствием. Просто я, честно скажу, в Фейсбуке подписан на аккаунт Клаудии Пикштайн. И я ни одной фотографии ее не видел грустной. Она все время на всех фотографиях, на стренировках, с каких-то мероприятий. Она всегда потрясающе красиво улыбается. И вот это, конечно, очень приятно. Ну да, и несмотря на возраст, мы отмечали, что в прошлом году она практически наравне билась с Мартиной Сабликовой на чемпионате мира на отдельных дистанциях. В итоге став второй на этой дистанции. Ну и ни для кого не будет, конечно, большим открытием, что именно с этой дистанцией связаны ее надежды и на Олимпийских играх 2018 года. Да, конечно, и Клаудия не скрывает этого, что именно на 5 километров она нацелена. Ну и если учесть, что, скажем так, в голландской сборной сейчас именно вот на этой дистанции нет такого суперавторитета. Да, Ренвюст, ну я не знаю, будет она пробовать 5000 метров бежать на Олимпийских играх. Но, в общем, мне кажется, что для Рюст, в общем, не очень удобно пятерка. И вряд ли у нее все-таки есть реальные шансы именно на золото. У Мартины Сабликовой сейчас травма. Да, и, в общем-то, получается, что таких суперавторитетов среди соперниц Клаудии Биштайн в борьбе за Олимпийские медали нет сейчас. Ну, дай бог, конечно, Сабликову травму свою залечит, и это будет здорово. Ну и Петр Мюллер, вы видели его на тренерской бирже. Немножко, конечно, постарел, но, тем не менее, также энергичен. И также рвется к свершениям первые его золотые медали как тренера были на Олимпиаде в Наганах в 98-м году, когда он с Марианной Тиммер выиграл. Ну, вот он продолжает пользоваться спросом как наставник, который может привести к высоким результатам. Ну, посмотрите на график. Потрясающий график, да, Пикштайн демонстрирует. Это, конечно... Ну, она бежит из синий минут. Будет странно говорить, что это смарт-сменка экстракласса, потому что просто достаточно назвать фамилию Пикштайн, и этим все сказано. Но, конечно, то, что на 46-м году жизни ты продолжаешь находиться в таких кондициях, которые тебе позволяют с легкостью конкурировать практически с любой из ближайших преследовательниц. Причем, да, сейчас Сабликова, может быть, не в самых лучших своих кондициях находится, но, тем не менее, посмотреть, какой феноменальный график. Ну, она просто соперница по забегу, ей в дочке годится. Потому что... Соперница по забегу стоит тоже, конечно, ей уделить внимание. Во-первых, лидер этого сезона по результату 6 минут 57,84 секунды показана Изабель, естественно, в канадском Калгари. Но очень перспективная девушка, о которой мы уже не раз упоминали в наших репортажах. И поэтому это тоже, если мы про Данилу Семирякову говорили, что это наше будущее, то вот Изабель Уайдеман у канадской сборной, это, конечно, тоже та девушка, которая будет представлять страну в следующие четырехлетия. И учитывая то, как растет ее результат, растет ее форма от сезона к сезону, то достаточно серьезного она бойца превратится и на длинных дистанциях, и в многоборье. Ну, мы так по ходу дела не очень много внимания уделили того, что в первых двух парах девушки превзошли прежний рекорд катка. Но рекорд этого катка был очень скромный, 7-19-02. И Данья там так бежала в декабре 2015 года, почти два года назад. Не хватает перштань-то до конца, извиняюсь, я перебиваю, потому что сейчас я наблюдаю. Ну, она такой темп задала, что по 32 секунды круги бежать. Вот, да, действительно, последние два-три круга. Но еще характер есть. И на нем еще Клаудия может многое сделать. У нее не очень широкий шаг, но зато очень такое целенаправленное продвижение вперед. Такая экономная техника. Смотрите, она не выкатывается в ширину далеко, но очень так четко вперед продвигается. Ну, Клаудия всегда славилась своей рациональной техникой. Честно говоря, если мы будем вспоминать ее же поколение, да, уже давно-давно закончившую свою профессиональную горе Гонда Ниман, то в отличие от Гонды Нимана и многих других, Клаудия всегда отличалась в весьма такой филигранной технике исполнения. И прекрасный результат. Лучший результат сезона в мире. 6 минут 56,6 секунды. Очень непростую задачу Клаудия Пихштайн ставят перед остальными участницами сегодняшних забегов. 7 минут 82 соток. Результат Вайдеман. Ну, в общем, надо сказать, что она тоже хорошо пробежала. 6,57, 84 в Калгари. И сейчас 7 минут супруг Клаудия Пихштайн. Всегда он ее сопровождает сейчас по всем мировым аренам, конечно. В четвертой паре в группе сильнейших на дистанции 5000 метров Жейби свел Анну Юракову и великолепную чемпионку Мартину Сабликову. Но, правда, мы еще с этапов Керенвей не почувствовали, что что-то не так у Мартины. И сейчас ее очень беспокоит травма спины. Боль порой очень серьезная. Это не как оправдание. Это как констатация факта. Тем не менее, Мартина выходит на дорожку, чтобы отобраться на Олимпийские игры на этой дистанции. Ну и Анна Юракова, прошлогодний серебряный призер зачета Кубка мира на этой дистанции. Уступила она только Мартине Сабликовой. В Херенвейне неделю назад в забеге на 3000 метров Юракова была 8-й, Сабликова 7-й. 21 сотая секунды разделили. И вот интересно, конечно, сейчас прежде всего посмотреть, как Сабликова и Юракова отреагируют на состоявшийся в предыдущей паре великолепный бег Клаудия Пиштайн. Ветеран мирового конькобежного спорта установила очень серьезный ориентир для всех остальных. 6 минут 56,6 секунды. Это лучший результат сезона в мире. Пусть дистанцию 5000 метров бегают девушки нечасто, но, тем не менее, по графику Пиштайн сейчас и будут вести Мартину Сабликову и Анну Юракову. И нам, конечно, очень интересно, чем же это соперничество завершится. Ну, пока очень похожее начало и у Сабликовой, и у Юраковой. 32,5-32,8 на скорости круга. Поэтому, думаю, здесь Аня не должна скромничать и, в принципе, более уверенность себя чувствовать и ближе держаться к Сабликовой. Сабликовой 33,6, вот так сразу секунду практически проигрывает себе же по скорости относительно первого круга Юракова. Но, я думаю, сейчас Виталий Александрович, Сивков и Павел Абраткевич, которые помогают на тренерской бирже, подскажут, что нельзя так резко переходить на более слабый график. Да, поэтому здесь, конечно, сейчас Юракова должна выровняться. Но это как раз вот те аспекты длинной дистанции, да, то есть здесь тактика как раз управима, да. Если мы говорим, когда смотрим за забегами коротких или средних дистанций, что эти дистанции не прощают ошибки, то все-таки дистанция 5 километров у женщины, 10 километров у мужчины – это те дистанции, где можно, в кавычках, скажем, поиграть, да. То есть некие тактические уловки могут. Но здесь, конечно, меньше было похоже на уловку, больше похоже на небольшую ошибочку такую. Хотя, честно говоря, перейдя на график 33 секунды, Аня там и осталась. 33 секунды ровно очередной круг Юраковой, 33, одна у Сабликовой. Ну, как-то странную графику показывает нам, да, ну, Сабликова лидирует. Знаете, почему оба результата, оба отставания подсвечены зеленым? Но пока девушки проигрывают графику бега Клауди и Пирштайн, проигрывают достаточно уже много. Клауди так удержала, практически можно сказать, что удержала вот эту скорость круга 32 секунды, по крайней мере, до отметки 3,5 километра, 32,7, 32,8, 32,9. И так потихонечку, потихонечку плавно сползла, там, два круга на отметке 4,200 и 4,600 было по 33,6 и на финиш 33,2. Вот так сложился этот результат 6,56,60. Так что вот сейчас можно как раз следить за тем, насколько много на каждом круге проигрывает Сабликова Юракова Клауди и Пирштайн. Ну, а что касается Клауди и Пирштайн, с таким результатом, наверное, можно задуматься и о победе на этапе Кубка мира. Ну, посмотрим еще, конечно, рано об этом говорить. Еще после Юраковой и Сабликовой побегут и Иване Блонденце, и Рейнскутен, еще одной голландкой, и Антуанет де Йонг с Наташей Ворониной. Но, тем не менее, конечно, мы ждем. Ну, на всякий случай можно проверить, когда была последняя победа Пирштайн, одержанная в рамках этапа Кубка мира. Да, я этим как раз и занимаюсь. Учитывая то, что Сабликова уже на протяжении многих-многих лет является абсолютным фаворитом дистанции 5 километров и не проигрывала ее давно. Пока за четыре круга до финиша по-прежнему Мартина Сабликова, несмотря на ту боль, о которой она говорила после первого этапа Кубка мира, продолжает лидировать в этом забеге. Хотя проигрывает более трех секунд графику бега Пирштайн, 34 секунды ровно очередной круг Ани Юраковой. Юракова была второй на национальном отборе, уступив Наталье Ворониной, 7.05 был результат 7.05, 38. 38, да, результат Юраковой из колонны. Сейчас где-то на этот же результат, думаю, должна прибежать. 33.2 очередной круг Мартина Сабликовой, 34.1 у Юраковой. Да, пока Петр Новак что-то подсказывает. Обычно Петр предельно спокоен, и только если там покажет, подскажет одно-два слова Сабликовой, даже не показывая ей табло с временем круга. Обычно Мартине это не надо. А здесь очень энергично себя ведет Петр Новак, тренер Мартины Сабликовой на тренерской бирже. В общем, сложно предположить, что сумеет Сабликова отыграть вот эти 3.5 секунды на последних кругах. Она обычно славится прежде всего тем, что очень ровно проходит всю дистанцию на выбранном темпе, и крайне редко у нее бывают и западения скорости, и всплески, какие-то невероятные рывки, переключения на другую скорость. Поэтому, в общем, скорее всего, так в 33-33 с копейками круги она и добежит, тем более, что осталось. Последний круг уже, тем более, 33.6 очередной круг. И, ну, действительно, может быть, не столь быстро, но, как обычно, очень ровно проходит эту дистанцию Мартины Сабликовой. И выступает она Клаудио Пехштайн, ну, и Аня Юракова, да, чуть-чуть не хватило на финише, пока они набирают свою форму. Это было заметно, собственно говоря, и в Коломне, и на первом этапе Кубка мира, что пока тех результатов, которые были в прошлом сезоне в начале на этапе Кубка мира, пока от нее мы не видим. Но, тем не менее, посмотрите, 6.59.95 удалось таки разменять 7 минут Мартини Сабликовой. И 7 минут 6.34 секунды Анна Юракова становится пока четвертой. Да, она еще... Изабель Вайдеман, конечно же, тоже пропускает вперед. Но там достаточно большой запас такой между результатом Вайдемана и Юраковой. И думаю, что еще могут вклиниться и туда спортсменки, которые будут стартовать в заключительных двух парах. Ну, посмотрим, как у Ани сложится бег на 3000 метров на этапах в Галгари и Солдбеке. Ну, в общем, я думаю, что надо ей немножечко прибавить, чтобы вернуть себе прежние позиции. Пятая пара. И здесь мы видим бронзового призера чемпионата мира последнего на этой дистанции Ивани Блонден. Как раз канадка тогда 7 сотых вырвала в борьбе за бронзу у Ани Юраковой. И Рен Сутен, еще одна голландская спортсменка. 7.00.98 в этом сезоне она показала на национальном отборе. Канадка, кстати, не бежала еще ни разу в этом сезоне на официальных соревнованиях 5000 метров. Ну, а если сравнивать их личные рекорды за всю карьеру, то здесь разница всего лишь в 0,05 секунды. Но, правда, стоит учесть, что Блонден свой результат 6.55.88 показала в ноябре 2015 года в Солд-Эк-Сити на этапе Кубка мира. А вот Ирин Сутен 6.55.93 пробежала с таким временем на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне. То есть на равнинном катке в феврале 2016 года. Так что, вроде бы, получается, что небольшое преимущество должно быть за Ирин Сутен. Ну, как, в общем-то, наверное, и у любого представителя Голландии. Ну, а если вспоминать соревнования недельной давности на дистанции 3 километров, мы помним, что Блонден там стала третьей с результатом 4.04.16 секунды, Асхалт, он 5.04.41. 7.98 секунды – это достижение Ирин, датированное национальным отбором в конце октября. Тогда первенство Антониет де Йонг. Ну, мне кажется, да, безусловно, Блонден умеет бороться. И вот ее, конечно, кроме технических аспектов, у нее надо отметить, конечно, ее невероятный характер. Ради победы она готова ради успеха, скажем так, кому угодно глотку переиграть, что мы видели как раз в Коломне, когда Блонден стала чемпионкой мира в Маст-старте. Ну, и надо отметить вообще, что Исхалт и Блонден – это такие две ярые соперницы. Именно в Маст-старте, да. Поэтому обе умеют бегать хорошо эту дистанцию. И обе были чемпионками мира, потому что Скаутен тоже отметилась. Ну, и Скаутен выступает тоже в числе прочих голландских конькобежек в профессиональной марафонской команде, поэтому имеет эту практику достаточно часто. На родине. Правда, там в марафонах намного более длинную дистанцию приходится проходить спортсменам, участникам и участницам марафонских забегов, нежели те 16 кругов, которые составляют Маст-старт в конькобежном спорте и в олимпийской программе. Ну, а Скаутен, кроме велосипеда и марафона, еще очень много практикует и роликовые коньки. И она, кстати, чемпионка мира на роликовых коньках в 2012 году в составе голландской сборной. И в эстафите на 5000 метров она стала победительницей. Но, естественно, мечтает о золоте Пхеншхана. Ну, я думаю, что и если не на 5000 метров, то, касается Маст-старта, то Блонден тут в своем желании выиграть олимпийское золото, причем первое в истории, впервые Маст-старт будет представлен на Олимпийских играх, она явно не уступит Ирэйн. Ну, и как и в остальных парах, мы сейчас наблюдаем очень неплохую борьбу, такой накал страстей на дистанции. Пока они бегут, даже вот Блонден бежит с небольшим опережением графика Пехштайн. И если такая борьба сохранится вплоть до финиша, я думаю, что могут они заочно и с результатом Пехштайн побороться. Но сейчас посмотрим отметку за круг до отметки 3 километра. 32,4 у Ани Блонден, 32,9 и Рейнс Хаутен. Но обе бегут достаточно близко к графику бега Клауди и Пехштайн. И, в общем-то, вопрос в том, сумеют ли они удержать скорость, такую, какую была у Клауди и Пехштайн. Пехштайн на последних кругах тоже немножко... Ну, у нее тоже как раз в районе 33 секунд стала скорость круга. Так что, в общем, очень-очень близко. Явно обе девушки бегут на результат из 7 минут. И за счет, по-моему, исключительно за счет характера. Вот Блонден сейчас выходит вперед. Ее техника, она не производит впечатления. И она кажется, что, в общем, как раз в отличие от Клауди и Пехштайн, в отличие от той же Рейн Схаутен, ну, наверное, не стоит сейчас вот на технику Схаутен смотреть, но она гораздо менее экономично бежит. Да, много размашистых движений, много, как бы, вроде бы, кажется, тратит энергии на лишнее. Но мне кажется, ты еще смотришь просто на внешнюю картинку, Игорь, если мы говорим про технику, что все-таки это больше рационально это или не рационально, да? А вот все эти особенности, которые возникают либо из-за антропометрии, либо из-за каких-то индивидуальных особенностей, это уже второй вопрос, да? И если мы сейчас посмотрим на технику Ивани Блонден, да, там присутствуют, возможно, излишние движения плечами вверх и вниз, да? Но, тем не менее, она четко попадает в отталкивание. Если мы понаблюдаем за тазом спортсменки, да, то она явно его сдвигает с одной ноги на другую и, соответственно, вкладывает всю ночь. Я и говорю о том, что у нее очень много, казалось бы, иррациональных движений, при этом хорошая скорость. Но при этом с Хаутом, которая, да, с идеальной вот этой картинкой голландского бега, и, действительно, если мы берем голландцев, то они изначально эталонно катаются, но она сейчас просто уходит от отталкивания, соответственно, да, она там продолжает сохранять скорость круга 34 секунды, но, тем не менее, быстрее уже не может. Потому что, опять же, вот эта вот красивая техника, внешняя картинка, да, она... Я как раз к этому и завел на разговор, что вот не надо копировать техники, надо понимать, что подходит. И Блондэ за круг до финиша полсекунды выигрывает у графика бега Клауди Пирштайн. И, думаю, не отдаст она, даже заочно она не отдаст эту побегу. То есть она бежит очень близко к своему личному рекорду. И посмотрите, как дорабатывает. Вот это вот характер, о котором я говорил в самом начале забега, невероятное стремление к победе, невероятное стремление показать высокий результат в любой ситуации, где бы не бежала Ивани Блонден. Нет, все-таки проиграла. Да, не хватило. 34-4 последний круг, да, прям не удержала скорость. Но Клауди Пирштайн улыбается. Но она уже в призах. Смотрите, как тяжело дался бег Блонден. Буквально последний круг она не додержала. Но вот тут уж точно, можно сказать, отдала все, что только можно в борьбе за результат, в борьбе за попадание в призы. И вот еще-еще кадры Ивани Блонден в таких уникальных очках. Она бегает больше ни у кого из участников Кубка мира. Таких очков я не видел. Но и переживания как раз супруга Клаудии Пирштайн, что Клаудия будет в призах. Ну, то, что она будет в призах, мне кажется, это не было большим сюрпризом. Заключительная шестая пара в забеге у девушек в группе сильнейших на дистанции 5000 метров. Второй этап Кубка мира в норвежском Ставангере. И Наталья Воронина, и Антуанет де Йонг выходят на дорожку. Те девушки, которые первое-второе место заняли на дистанции 3000 метров неделю назад на этапе Кубка мира в Херенвейне. Те девушки, которые сейчас возглавляют зачет Кубка мира. Но можно вспомнить о том, что Наташа Воронина два сезона назад была серебряным призером зачета Кубка мира. И у нее уже были призовые места на этапах Кубка мира. И вот перед ними стоит задача замахнуться на результат Клаудии Пирштайн. 656-60, который по-прежнему остается незыблемым. Кто бы его не атаковал, ни Блонден, ни Сабликова, ни Вайдеменс, Хаутен и Юракова не смогли его превзойти. Но Антуанет де Йонг в этом сезоне уже из 7 минут выбегала. Это было на национальном отборе в Херенвейне. 659-65. Наташа Воронина национальный отбор на этой дистанции выиграла. 7-03-26. В Коломне она показала. Но личный рекорд у Наташи гораздо выше. 6-53-16 против 6 минут 56 и 45 сотых. При том, что показали они эти личные рекорды в один и тот же день, 20 ноября 2015 года, в Солт-Лейк-Сити. Ну и Наташа является как раз рекордсменкой России на этой дистанции. Ну и вот сейчас, чтобы бороться за призовые места, за победу на этапе Кубка мира, надо бежать, ну по сути, близко к личному рекорду и к национальному. Ну то же самое и относится к Антонет де Йонг, потому что результат показанный Пифштайн сегодня здесь, на льду Уставангера, практически на две десятые уступает личному достижению Антонет де Йонг, поэтому такое весьма... Ну для де Йонг это просто выбора нет, надо на личный рекорд бежать, чтобы победить. У Воронины все-таки есть маленький люфтик. Наташа сейчас очень здорово поймала спину Антонет де Йонг, учитывая то, что голландка так помощнее и повыше. И вот на переходной прямой поработала очень здорово спину и... Надо сказать, что Наташа вообще и начала очень смело эту дистанцию, то есть абсолютно там не отдавая какую-то роль фаворита или лидера Антонет де Йонг, поехал в своем ритме, сразу захватив лидерство в этом забеге. И пока бежит быстрее графика Пифштайн, правда на десятые доли секунды, но очень-очень близко. Если Наташа сумеет выдержать вот этот темп, этот ритм, который сама задала, то это было бы очень-очень здорово. Но пока не будем забегать вперед, не будем ждать чего-то невероятного, пусть оно само состоится, тогда мы ему порадуемся. Еще три десятых Воронина выиграла у де Йонг, то есть явно как-то Антуанет, правда сейчас вот Антуанет пытается поймать спину. Но, во-первых, это вот по картинке кажется, что они так близко. На самом деле, все-таки вот в данном случае был разрыв между ними, но и потом де Йонг за счет своей антропометрии все-таки ловит какой-то встречный поток, даже сидя вплотную за Ворониной. Ну и еще большая часть дистанции впереди. Все-таки остается пройти участницам в семь кругов, как мы видим до финиша. 33,2. Вот сейчас перешла на 33 секунды уже наша участница Наталья Воронина. Мы видели обеих участниц на дистанциях 1500 метров в рамках второго этапа Кубка Мира. Восьмой была Антонет де Йонг с результатом 1,58,3. Воронина 10-й, 1,58,4. То есть, в принципе, по силам на полуторке практически одинаковыми были. Сейчас одну секунду уступает график Воронины лучшему графику дня, но, правда, показывает сейчас нам пока четвертый график, хотя... Ну, а там мы еще вспомним, что и Блонден бежал, и там еще, может быть, быстрее или близко к графику Крештайн пробежал. Да, но по-прежнему Наташа уверенно лидирует. Сейчас отметку 3 километра будут проходить обе участницы. 5 кругов останется пройти до финиша. 33,6 еще чуть-чуть подрастеряла на скорости на очередном круге. Но, тем не менее, все равно быстрее, нежели де Йонг. И, в общем, сейчас, наверное, сложно мечтать о победе, но можно думать о результате Сабликовой. 6,59-6,95 показала Мартина, и она сейчас третья. То есть, в общем, о призовом месте. Надо думать, прежде всего, Наташе стараться уложиться. Ну, и ты сказала, что вот на полуторке они близкие результаты, на, соответственно, трех километрах близкие результаты. И это может привести к очень любопытной борьбе в многоборье. Пусть в этом сезоне многоборье между Ворониной и Де Йонг. Уходит, да, в тень из-за того, что все-таки все нацелены, прежде всего, на Олимпийские игры. Но, тем не менее, чемпионат мира по многоборью тоже обещает быть весьма и весьма любопытным. И весьма-весьма запоминающимся, учитывая то место, где он будет проведен. 1200 метров остается до финиша. 5,1963. 4 сотые секунды. Графику бега Мартины Сабликовой проигрывает в данный момент Наташа Воронина. У Сабликовой было 5,1959. И вот наверняка тренеры сейчас... И Виктор Саншин, и Сивков, и Павел Абраткевич об этом как раз и подсказывают. Что надо чуть-чуть поработать, надо чуть-чуть добавить. Рядом возможность оказаться еще и еще раз на пьедестале почета. Наши тренеры сейчас немножко поменялись ролями, так как Воронина тренируется под руководством Абраткевича. 34,3 очередной ее круг еще чуть-чуть подрастеряла по скорости. То Сивков показывает секунды и ведет ее по графику. Я думаю, наверняка подсказывает, что там уступает совсем чуть-чуть графику Мартины Сабликовой и проигрывает вот эту борьбу за третье место. А, соответственно, Павел Абраткевич уже какие-то технические коррективы вносит в бег спортсменки, подсказывает какие-то моменты по ходу дистанции. Круг остается пройти участницам заключительного забега. Воронина в лидерах 34,4. К сожалению, это не позволяет ей рассчитывать на призовое место. Да, почти две секунды графику бега Сабликовой она проигрывает. И, в общем, так может проиграть и Изабель Вальдин. Ох, какой еще он перед входом в большой поворот. Чувствуется усталость. Там очень плотные результаты. У Сабликовой 6,59,95, 7,00,82 у Вайдемана и у Схаутон 7,01,03. То есть вот секунда с небольшим, и ты или третий, или шестой. И шестой, к сожалению, становится Наташа Воронина. Но смелое начало, борьба за хороший график. 7,02,41 это лучшее достижение в этом сезоне у Натальи Ворониной. И, в общем, 33,9 последний круг. Не сказать, что прямо уж такое жесткое западение, хотя тяжело чувствует себя Наташа. Учитывая еще и сбой. Ну, сбой это скорее как раз последствия усталости, как мне кажется. Но, тем не менее, она обыграла в вочном споре Антуанет де Йонг. Это тоже очень важно. Тем более, что, ну, в общем, практически ровесницы. И им еще спорить и спорить на мировой арене друг с другом. Ну, ты мне скажи лучше, как и всем остальным телезрителям нашим, какая победа спустя сколько лет? Всего-навсего три года назад Клаудия Пиштайн последний раз побеждала на этапе Кубка мира. Это было в 20-х числах ноября 2014 года в Сеуле. Ну, вот прошло три года и снова Клаудия Пиштайн, великая, пятикратная олимпийская чемпионка, становится победителем этапа Кубка мира в личной дисциплине. Именно на своей любимой дистанции 5000 метров. Ну, что ж, можно поздравить Клаудио. Посмотрите, вот принимает она поздравления от своего супруга. И, как минимум, на две недели, а нет, даже больше, потому что еще в Султ-Лейке же и в Калгари не побегут 5 километров. Соответственно, в общем, до национальных отборов, до декабря месяца, до последних чисел декабря, она уже гарантировала себе обладание лучшим результатом сезона в мире. Браво, Клаудио! Невероятная, конечно, карьера спортивная. И, честно скажу, вот я очень болею, переживаю. Мне очень бы хотелось, это было бы красивой сказкой, если бы Клаудио Пейштайн и на Олимпийских играх в Корее выиграла бы золотую медаль на этой дистанции. Ну, а что касается российских спортсменок, констатируем шестую позицию Ворониной и седьмую Юраковой. В общем, пробежали они близко. Ну, Воронины еще и с лучшим достижением своим в сезоне. И, соответственно, в общем, наверное, будут только добавлять. В общем, зачете Кубка Мира Воронина, правда, опустилась сейчас на четвертую позицию Юракова на восьмом месте. И непонятно, да, если раньше было, что Крамар и Бергсма, такие два практически человека, которых крайне сложно представить в роли проигрывающих, то сейчас Бергсма уже на протяжении второго старта, второго этапа Кубка Мира не показывает столь уверенного бега и, соответственно, дает такой шанс для всех остальных усомниться, сможет ли он пробиться, ну, по крайней мере, на 10 километров. Теперь он делает эту задачу еще более сложной для самого себя, потому что явно... А если он не пробьется на 10 километров, то я думаю, что и на 5, и в команду там найдутся ребята. Ну, я думаю, они будут индивидуально смотреть по уровню результатов абсолютно лучшим, да, который там на чемпионате Голландии, мы же до конца все равно систему всю эту сложную не понимаем. Но пока давайте понаблюдаем за тем чудом, которое случилось вчера. Абсолютно невероятный у нас подиум свершился на 1500 метров и возглавил его как раз Свералюнда Педерсон, который блестяще выглядел в Хиренвейне на дистанции 5 километров. Ну и Рик Ян Койман, который остался в шаге от пьедестали в Хиренвейне на 5 километрах. Вот здесь составит ему конкуренцию. Опять же говоря о голландце, все-таки 10 километров это более профильная дистанция Коймана. И он был искренне удивлен, что сумел пробиться в состав сборной Голландии на этап Кубка мира, в том числе и на 5-километровую дистанцию. Да, но Койман как раз именно за счет 10 километров стал известен миру. И дважды он становился призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях в этой дисциплине. Тоже, в общем, парень, скажем так, с непростой судьбой. Тоже, в общем, из марафона, бегал себе в марафоны. В общем, не мечтал о славе олимпийского призера или призера чемпионатов мира. Да, вот теперь, в общем, может и не пустить на следующую олимпиаду чемпиона предыдущей олимпиады. И, в общем-то, я не скажу, что идеально Койман выглядел на 5 километрах в Хиренвейне. В Хиренвейне, да, но все равно это, в общем-то, было достаточно любопытно и достойно, при том, что 5 километров для него это, в общем, практически семечки. Но, тем не менее, он пятое место занял 6-17-14, того же Берксму на полторы секунды обыграл. На самом деле, любопытно еще отметить, что Ян Блок Хайсон, который был четвертым на пятерке и был отобран для участия здесь на 10 километрах, так как занял четвертое место на национальном отборе, 10 километров решил пропустить здесь и поехал, по всей видимости, уже готовиться к этапам Кубка мира в Калгари и Солт-Лейк-Сити. Ну, мы говорили, что особенностью этого сезона, помимо того, что он является изначально особенным олимпийским, является и то, что каждая спортсмен или группа, которая готовится, команда, которая готовится к этому сезону, они очень выборочно будут относиться к тому или иному этапу Кубка мира и даже дистанциям внутри этапа Кубка мира. Ну да, это любопытное, безусловное решение, там, Свен Крамер уже проанонсировал, что он не побежит, казалось бы, в Солт-Лейк-Сити, он не побежит в Солт-Лейк-Сити, и знаете почему? Потому что слишком маленький перерыв остается между этапом в Солт-Лейк-Сити и национальным отбором. И национальный отбор для Свена Крамера, это уж казалось бы, зачем Свену Крамеру национальный отбор? Кто может себе представить, что вот сейчас, когда Свен в рассвете сил, что он не попадет в голландскую сборную и не побежит на Олимпийских играх в Корее? Ну там, более того, там вся команда Лотто-Джамбо не будет участвовать в этапе Солт-Лейк-Сити. Ну, как Свен Крамер сказал, так оно и будет. Ты же думаешь, настолько дедовщина, да? Ну, я думаю, что в этой команде, ну, 90% всего построено под Свена Крамера. Это можно как угодно называть дедовщиной там или не дедовщиной, но понятно, что именно под этого спортсмена дают деньги спонсоры. И именно этот спортсмен является безусловным мировым лидером и звездой. И одной из, там, немногих таких звезд, которые могут позволить себе... По-моему, единственный Свен Крамер, кто более миллиона долларов только на рекламных контрактах зарабатывает в год. Другого такого человека в современном конькобежном мире нет. Я не знаю, там, в лучшие времена Шайни Дэвис может быть в Америке там... Да не, я сомневаюсь. И то, да, вряд ли. Кстати, Шайни Дэвис тоже дал великолепное интервью. Сегодня его прослушала как раз Микки Котулы. И очень интересно, очень интересно послушать. Рассказывал он там, что уже практикует тренерскую деятельность. В прошлом сезоне помогал японским конькобежцам. В этом сезоне сказал, что, учитывая, что это олимпийский сезон, что предпочел все-таки быть сконцентрирован прежде всего на самом себе. Но видит себя в качестве тренера. Говорит, пока не буду загадывать, как сложится. И тут зависит от многих обстоятельств. Но, тем не менее, считает, что может помочь многим. И чувствует то, что может дать будущим чемпионам. Ну, а пока Эрик Ян Койман, достаточно уверенно получив лидерство в этом забеге, продолжает его 37 очередных рук. Достаточно аккуратно бежит Свера Люнда Педерсон. Ровненько, 31,2. Но не потянулся он за своим голландским визави. И так на расстоянии держится. И, честно говоря, с каждым кругом это расстояние увеличивается. Ну, а Койман еще любопытен, безусловно, тем, что, ну вот, тоже, по-моему, уникален в конькобежном мире, что участвует не только в конькобежных соревнованиях, но и в профессиональных соревнованиях в велогонках, в велоспорте в шоссе. И вот ехал национальный чемпионат Голландии, 31 место, правда, занял. Но, тем не менее, в общем, парень не бросает даже в олимпийский сезон велосипед. Велосипед, да, очень многие конькобежцы используют велосипед в тренировочном процессе. И многие там по 100-150 километров в иные дни сборов проезжают. Но вот так, чтобы в профессиональных гонках участвовать, это, конечно... Ну, мне кажется, в Голландии это сплошь и рядом, учитывая, насколько велосипедная является страна Голландия, да, там от малого до велика все катаются на велосипедах и на работу на велосипедах ездят. Ну, из тех, кто вот сейчас ездит в Кубке мира, бегает, я только Мартину Сабликову могу вспомнить. Ну, ты знаешь, опять же... Чтобы именно в профессиональных соревнованиях на высоком уровне любительских... Ну, до чемпионатов мира, да, я понимаю, только единицы из конькобежцев доезжают, скажем так, да. Но голландцы, я знаю, практикуют это сплошь и рядом. Это и Рейн Вюст, и Кьелд Найс, и Свен Крамер, они практически все в национальных вот этих вот между собойчиках, уж извиняюсь без должного пиетета это назову, потому что практически в каждом клубе, в каждой там маломальской деревне или небольшом городке есть определенный клуб, который участвует там практически в еженедельных каких-либо соревнованиях. И поэтому даже, ну, я тоже слышала сегодня буквально это интервью Кьелда Найс, который сказал, я настолько люблю соревноваться, что даже не могу удержаться в летний период от того, чтобы не проехать какую-нибудь велогонку. И на вопрос, не боится ли он упасть и сломать что-нибудь, он сказал, да нет, вот соревновательный дух превален. Ну, все-таки вот, ну, надо посмотреть протоколы чемпионата в Голландии последних лет, так чтобы кто-то... Но Койман, посмотрите, вот любопытно, был у него маленький провальчик, в который он вроде бы как начал проигрывать графику бега Юрида Бергсми, а потом по подсказке тренеров начал снова-снова прибавлять, и вот теперь 2-3 десятых секунды на каждом круге Бергсми привозит и едет, так, под присмотром Свена Крамера, который вот сейчас движется по тренировочной дорожке. Ну, а что касается Сверры, тот пока график убега Бергсми проигрывает 5 секунд, 4,5, но мне кажется, что тоже, в общем, пока не сдается и тоже пока сохраняет возможность прибавить. Ну, если вот этот ритм сохранит Койман, то это, конечно, он бежит на результат из 13 минут, 9, 20 и 74, проходящий график, 36, очередной круг, чуть более секунды он проигрывает графику бега, опять же, заочному графику бега, который мы даже сами не увидели, так вот в цифровом исполнении могли найти отражение этого графика Давида Гьотта, лидера сегодняшнего дня. Да, ну вот это вот любопытно, да, уже мы в который раз в этом сезоне сталкиваемся. На полуторке в Херенвене победитель группы Б мог бы стать серебряным призером забегов. И вот здесь может получиться так, что, ну, по крайней мере, Давида Гьотта мог бы быть призером в группе сильнейших с таким результатом. Ну, Койман, в отличие от Юрита Бергсман, пока скорости не теряет, вот, нам не случайно сравнивают даже с... Ну, вот одинаковый круг они сделали, по 30,7 секунды. Ну, 2 секунды выигрывает, сейчас показывает тренер ему. Ну, на самом деле, если сравнивать с Бергсман, то он выигрывает секунды. Да, опять же, я не уверена, что его ведут от графика Бергсман, его скорее ведут от какого-то абсолютного результата. Ну, скорее, с 13 минут. Вот тогда там почти полторы секунды нужно выиграть у Бергсман, чтобы выбежать из двух. Из 13 минут чуть-чуть проиграл. Сейчас Койман. Ну, а что касается Сверра... Сверра прекрасен, честно говоря. Сверра, как такой отличный метроном, отмерил все круги по 31 с небольшим. Сейчас за чуть более... Значит, менее, чем 2 километра до финиша переключился на новую скорость. Вышел на скорости из 31 секунды. Поэтому здесь, конечно, отмечаем вот эту готовность норвежцев. И действительно, может быть, 31-1 очередной круг чуть медленнее сейчас получился этот круг у Эрика Яна Коймана. А 37 в Педерсен. Ну, что ж, любопытная, любопытная борьба может оказаться на последних метрах. Ну, правда, достаточно много уже. Все-таки не отыграет Педерсен, чтобы побороться в этой паре. Если уж просто что-то такое кардинальное с Койманом не случится. Ну, а Койман продолжает бороться именно со временем Берксмы. И вот как раз у Берксмы здесь начались проблемы. Берксма тут уже круги побежал по... Чуть не там 31,3, потом 32,1, 32,8. Последние круги и Койман вполне себе, вполне себе, может как раз здесь выиграть. На 12,58 где-то так. Я так претенужу. Ну да, из 13 минут, по крайней мере, бежит Койман. 12,26. Ну да, 31 секунда. Можно предположить даже 12,57. Ну что ж, Койман выигрывает еще одиночный спор у Берксмы. И в зачете Кубка мира ставит олимпийского чемпиона в неприятное положение. Да, ну и отмечаем, хоть и пока ему только-только появляется на финишной прямой с Верой Ленде Педерсон. 12,57,13 секунды. 4 секунды выигрывает по графику бега Эрик Ян Койман у соотечественника Юрия Тоберксмы. Отмечаем результат с Верой Ленде Педерсона. 13 минут 2,43 секунды. Это его личный рекорд, между прочим. Да, да, причем солидное улучшение в 6 секунд. Ну и Эрик Ян Койман, скажем так, обыграл Александра Румянцева на сотые доли секунды. У Румянцева было 12,57,45. Мы все продолжаем восхищаться тем результатом, который Саша показал в группе «Б», установив рекорд России. Ну и действительно, что есть у нас такая возможность восхищаться, тем более уже второй этап Кубка мира к ряду. Жалко, что мы не видим ребят на экране, так как стартовали они в дивизионе «Б» на 5 километрах и в Херенвейне в том числе. Но, тем не менее, результаты говорят сами за себя. И лишний раз поздравим их еще раз с новым национальным рекордом Румянцева, с новым личным достижением Семерякова и, конечно же, тренеров, которые работают с этими спортсменами. Ну, может быть, я надеюсь, что в Калгаре мы можем увидеть Румянцева в группе «А», потому что он все равно, ну, может даже в десятке Кубка мира удержаться, а то и в 12 точно будет. А, ну, соответственно, группа «А» на 5000 метров – это 8 пар, это 16 человек. Так что должен Саша явиться на передачу. Мы сейчас за основным, наверное, забегом этого дня понаблюдаем. Здорово, что жребий, ну, и позиции на этапе Кубка мира свели Теда Яна Блумана, действующего рекордсмена мира на дистанции 10 километров, и Свена Крамера тот, чей рекорд был побит не так давно, в одну пару. И мне кажется, это, наверное, один из самых зрелищных забегов должен быть. Хоть зрелищности 10 километров для многих несопоставимые характеристики, но я вот очень люблю посмотреть за именно такими забегами, когда будет очень много тактической борьбы. Ну, хочется верить, что она будет. Вот пока Свен Крамер, видите, как затаился. Ну, он любит поиграть с соперником в кушки-мышки. Другое дело, что соперник, в общем-то, очень серьезный. Ну, мы много раз рассказывали историю Теда Яна Блумана, который был, много выступал под голландским флагом и родился в Голландии. Да и бегал за Голландию еще. Да, 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 но я и говорю, выступал под голландским флагом. Те, кто давно следит за конькобежным спортом, вспомнят его участие под флагом Голландии в чемпионатах Европы, в чемпионатах мира. Вот, но уже в достаточно солидном возрасте, под 30, он решил переехать, сменить гражданство, перебраться в Калгари. И с тех пор вот прибавляет и прибавляет, и, конечно, вот то, что он сумел сотворить в 21 ноября 2015 года в Солт-Лейк-Сити, это казалось невероятным. То есть он пробежал 10 километров с новым мировым рекордом, лишив Свена Крамера этого звания. При том, что Крамер, по-моему, с Берксмей после этого бежали в следующей паре, попытались было ответить, и не смогли, и не выдержали, и там финишировали, типа, в районе, там, 12-40 с лишним. И много тогда достаточно проиграли Теду Яну Блумену. Ну, а учитывая то, что Тед в этом сезоне уже так серьезно начал работать с самого начала, и мы говорили, что на предсезонных соревнованиях он кардинальным образом улучшил свой рекорд на дистанции 5000 метров, так что у Свена сейчас очень серьезный соперник, соперник, который поехал сразу крушить прежние графики. И Свен пока идет быстрее графика бега, естественно, Эрика и Яна Коймана. Ну, что, не хватало, чтобы Крамер проиграл Коймана. Ну, весь вопрос в том, каким будет улучшение этого графика, насколько серьезно. Ну, очень интересная тактика сейчас со стороны Крамера. Я думаю, что, естественно, это тоже абсолютно тактический рисунок, тем более даже вот за спиной у Тедьян Блумена скорость Крамера на округе очередном выше. И просто пока парень играет, что называется, использует тот задор от Теда Яна Блумена. Кстати, его спросили, не обидно ли было ему проиграть Крамеру на первом этапе на дистанции 5 километров. И Тед Ян Блумен сказал, что всегда здорово бежать с Крамером, с таким вот, с легендой, да, живущей легендой, бегающей легендой, многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом. И поэтому он сказал, что нет абсолютно. И, соответственно, тем интереснее, тем жарче, наверное, спор между этими двумя спортсменами на дистанции вдвое длиннее. Тем более здесь Тед Ян Блумен имеет серьезное преимущество в лучшем достижении этого сезона. 12.46.83 на отборе в Калгаре пробежал Блумен, тогда как у Крамера результат 12.58.02 секунды с национального чемпионата. Тогда, когда он уступил как раз Юрия Туберксме. Ну вот, похоже, Берксме выложился слишком серьезно на национальном отборе. И сейчас расплачивается за это. И расплачивается достаточно серьезно. Конечно, то, что Берксме не выбегает на 10 километрах из 13 минут, там можно, конечно... Я сейчас попробую поискать вообще, когда такое последний раз было. Вот интересный круг у Крамера получился. 31.3. Ну, так, чтобы не обогнать случайно канадца. Интересно посмотреть, когда же включится, когда пойдет вот это известное ускорение Крамера. Ну, он может их сделать парочку, тем более... Да, еще долго бежать. 38 очередной круг Крамера. Но тоже, знаешь, вот эти вот перепады между скоростями, они, в принципе, для Крамера, с одной стороны, и не свойственны. Потому что они забирают больше сил. Все-таки более ровный график, он всегда более комфортен для большинства спортсменов. Есть, конечно, отдельные персоналии. И мы тоже периодически упоминаем о стиле и тактике бега таковых спортсменов. 39. Очередной круг Теда Яна Блумана. Практически в одни секунды, 31 секунда ровно у Свена Крамера. Убе бегут по лучшему графику. Пока заметно лидирует Тед Ян Блуман. Думаю, что еще эту ситуацию мы увидим меняющейся. Хотя, может быть, канадец настолько готов, что даже уже в очном споре здесь рано в сезоне дать понять Крамеру, что на 10 километрах ему придется нелегко. Хотя Крамер это знает. Потому что даже за последние годы конкуренция на 10 километрах значительно увеличилась. За счет того, прежде всего, что многие марафонцы переключились на длинную дорожку. И на дистанции 10 километров все чаще и чаще мы увидим их присутствие. Все-таки конькобежный спорт уходит в такую жесткую специализацию, что для каждой дистанции свой чемпион. И, конечно, повторение рекордов Эрика Хайдена и других... И Лидии Павловны Скобликовой. Да, уже в современном конькобежном спорте сложно себе представить. Хотя то, что творил Крамер в прошлом сезоне, от полуторки до 10 километров выигрывая дистанции на этапе Кубка мира, это тоже результат экстракласса. Ну, безусловно. Но все-таки вот от пятисотки до 10 тысяч метров это сейчас абсолютно нереально представить себе. И последним человеком, который заикался, что я выиграю 5 золотых медалей на одной Олимпиаде, это был как раз упоминавшийся нами сегодня в репортаже Чад Хедри. Но в Турине в итоге Чад выступил гораздо скромнее. Он стал, конечно, олимпийским чемпионом, но, по-моему, там три всего медали выиграл. По-прежнему лидирует Эдьян Гломан, успевая он даже посматривает на табло. 38 очередной. Три медали, да, у него комплект получился в Турине. Золото на пяти километрах, бронза на полуторки и серебро на тысячи. Ну, это, конечно, не достижение Эрика Хейдена, который выиграл и 500, и 10 тысяч. Ну что ж, 9 кругов до финиша и отметка 6400. Ну, еще, наверное, рановато включаться. Я думаю, что после 8 тысяч метров будет у нас какие-то события такие. Ну, Крамер, в общем, вот так вот на коротком поводке, что называется, держит Эда Яна Блумана. Он реагирует на все его перемещения. Ну, и вот от полутора до двух секунд. Разрыв больше двух секунд-то не становится отставания Свена. То есть Свен понимает, что он делает, и Свен не пытается раньше времени делать какой-то рывок, но в то же время и далеко не отпускает соперника. Ну, вот сейчас на 3 десятые быстрее очередной круг Крамера, несмотря на то, что проходит он по большой дорожке. То есть, в общем, чисто тактический такой бег на результат. Им обоим сообщают, что они бегут быстрее графика бега Эрика Яна Коймана. Они понимают это, понимают, что могут оба добавить. И понимают прекрасно, прежде всего, Крамер, что он может... 33. Да, ну, вот еще так пару лопат в топку своего паровоза Крамер забросил. Ну, правда, здесь так немножко... Сейчас, может, повторят нам на переходной прямой. Так подскочил немножко Свен, дабы не столкнуться с Эриком Ян... С Тедом Янглуманом. Да. Но я думала о следующей прохождении Крамера по малому кругу. Будет, собственно говоря, такой уже более открытый атак. Так, и 37 отвечает сейчас Блуман, 38 у Крамера. Ну, и посмотрим сейчас, что делает Крамер. Поедет или не поедет пока. Ну, это самое интересное в этой тактической борьбе, что они так сконцентрированы на борьбе между собой и борьбой с графиком бега Эрика Яна Коймана, что они могут проиграть времени, которое в группе Б установил Давида Геофта. Ну, я думаю, не произойдет это. Посмотри, что Свен делает. 30 секунд ровно. И, соответственно, за 2000 метров до конца Свен поехал. И теперь сумеет ли Тед Янглуман ответить? Да, последние несколько кругов остаются на дистанции 10 тысяч метров у мужчин. И мы смотрим с вами спор двух мировых рекордсменов на этой дистанции, прежнего и нынешнего. Тед Янглуман и Свен Крамер. Свен, безусловно, великий чемпион. Тед Янглуман ворвался совершенно неожиданно после смены гражданства на Канадское в число претендентов на золото на этой награде. Но Свен абсолютно тактически проводит этот забег. Он дал полидировать своему оппоненту на протяжении 8 километров. И вот за 2 километра до финиша включил совсем другую скорость. Теперь уже из 30 секунд делает Крок Свен Крамер. Но Блуман-то тоже молодец. Он понимает всю эту ситуацию, предвидит ее. И, соответственно, пытается противостоять. Но, к сожалению, конечно, вот этой машине голландской... Вот этому рывку невероятному ответить все очень сложно. Посмотри, что творит. Он даже в большом повороте краем глаза смотрит, да, насколько близко будет выходить Тед Янглуман. Насколько контролирует человек это все. Два круга до финиша. 23 круга уже пройдено позади. Да, сделал рывочек из 30. Так, вот сейчас еще в спину сядет Теду Яну. Но канадец тоже это прекрасно понимает. И сразу ломанулся на внешний круг, на внешний радиус, чтобы Крамер не мог поработать ему в спину. Но сейчас вот определяющий рывок, безусловно, совершает. Как же, конечно, красиво бежит Свен Крамер. А Блуман понимает, финишировать-то ему по малой будет нужно. И, соответственно, ему нужно много не уступить Крамеру на этом круге. А Крамер наращивает для того, чтобы, соответственно, по большому радиусу убежать. И сейчас даже скорость круга Блумана выше, чем у Крамера. Но здесь все или ничего на последних 200 метрах. Шикарная, красивая борьба. Пусть это борьба не за временем, а за победу именно в... А, чуть не упал Блуман на последнем повороте. Ну, конечно, такое напряжение, такой спор с Свеном Крамером. Свен 29,5 делает последний круг. Невероятно совершенно. 12,50 показывает Свен Крамер. Ну, что ж, хотя бы еще приличие с Аблюли. Так что Свен Крамер показывает результат выше, чем показал в группе Б Давида Гиотта. 12,53. Но, тем не менее, ну, все равно мы вспоминаем и еще и еще раз говорим о рекорде России, который сегодня состоялся в исполнении Саши Румянцева. 12,57,45. Нам показали тот момент, когда Крамер переходил дорожку. Он испугался, что собьет фишку. И поэтому отпрыгивал от фишки, чтобы не сбить фишку и не быть дисквалифицированным. После того, как в Ванкувере он, не проконтролировав все на дистанции, лишился вообще какой бы то ни было медали, был дисквалифицирован. Он сейчас, конечно, совсем иначе подходит и контролирует абсолютно все. Любую маленькую деталь контролирует Свен Крамер. И это приносит ему очередную победу. И скоро, наверное, в Калгари будем праздновать 60-ю его победу в Кубке мира. Ну, не знаю, правда, вряд ли Свен Крамер нас пригласит на это празднование. А мы бы не отказались. Да. Ну, что ж, браво Свен Крамер. В очередной раз он доказал, насколько он уникален. Ну и браво Тедьян Бломан, который вынудил Крамера бежать так, как он пробежал сегодня. Ведь теоретно когда доводится. Я думаю, что все-таки при желании Свен Крамер мог бежать еще быстрее. Ну, потому что все-таки 12.38 на равнине он уже бегал. Поэтому 12.50 для него все-таки это скромно. И обидно, конечно, что нет в группе сильнейших, соответственно, Саши Румянцева. Но он по результату, просто своему результату был четвертым. А если еще добавить тех, кто в группе Б, его опередил, был бы шестым. Но, тем не менее, в дюжине сильнейших в Кубке мира Александр Румянцев расположился. Вот так сложился красивый бег на дистанции 10.000 метров. Близится к завершению этап Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Ставангере. Второй в расписании из шести, которые будут проведены в этом сезоне. И осталась у нас одна последняя дисциплина. Командный спринт. Дисциплина пока еще не носящая официального статуса и не входящая в программу чемпионатов мира, олимпийских игр. Всего лишь второй сезон официально разыгрывается Кубок мира в командном спринте. Если вы вдруг не видели, то вкратце с двух сторон катка стартуют две команды одновременно. В каждой команде по три человека. Но, в отличие от командной гонки-преследований, здесь всего лишь три круга дистанция. И на каждом из кругов один из участников команды покидает дорожку и финиширует, соответственно, на третьем круге. Один-единственный человек. Это тоже, в общем-то, явное заимствование из велотрека, из так же называющейся дисциплины командный спринт. Но и вот сюда, в Норвегию, не все решили заявиться на эту дисциплину. Мы помним, как в Херенвейне такие достаточно обширные были стартовые протоколы в этой дисциплине. И можно порадоваться за победу наших девушек. Победу с мировым рекордом. 1 минута 26,62 секунды. Но сейчас наши девушки и вообще вся наша спринтерская бригада отправилась... Основной состав уже в данный момент находится в самолете по пути в Калгари, готовясь к следующему этапу Кубка мира. А у девушек всего лишь два забега пройдет в этой дисциплине. Всего лишь четыре команды решили выставить своих участников. И вот первая пара, североамериканская, пара канадская и американская. Сборные будут соперничать. Марш Кудика, Алина Рвайна и Калли Крист стартуют за сборную Канады. Ну и абсолютно понятен состав американской сборной. Шугар Тотт, Пегги Шварц и Келли Гантер. Но американки провалили бег на первом этапе. Всего лишь 1 минуту 32 секунды они показали. И шестое место из шести участниц. Что же касается Канадок, то вот на удивление в Калгари мы их в стартовом протоколе не увидели. Ну, да. В Керенвине. В Керенвине, да. Всем наши мысли уже в Калгари. Безусловно. Ну и любопытно, конечно, посмотреть. Ну вот не всегда еще все, даже режиссеры телевизионные, научились показывать эту дисциплину. Ну, она достаточно скоротечная, она достаточно динамичная. Ну, может быть, пока вот именно состава участников не хватает для того, чтобы эта дисциплина стала такой яркой. И здесь была бы такая серьезная борьба. Ну, абсолютно по скорости на этой дистанции является второй круг. Сейчас мы видим, что канадки его делают значительно быстрее, нежели американки. Кстати, разгоны первые 200 метров у обеих команд были одинаковыми. Ну, тут шугар-тот у американок постаралась. А вот, конечно, Пегги Шварцбург и Келли Гантер к чистым спринтерам не относятся. И мы увидим сейчас, как Келли Гантер движется к финишу. Тяжело несет себя. Канадки не увидел, так нам показывали яростную сборную США. Хотя канадки были лидерами и выиграли они много. 1.32.70 американки пробежали даже хуже, чем в Херенвене. 1.28.84 пробежали канадки. Но с этим результатом они были бы только пятыми в забегах в Херенвене. Ну и во второй паре норвежки-кореянки поспорят. И это будет очень принципиальный спор, потому что в Херенвене их разделило 1.00 секунды на финише. Ну в протоколе в официальном 1.28.11 у обеих сборных зафиксировано было в Голландии. И вот уже затем подключали все возможные компьютерные технологии, чтобы определить. Что касается Хюн Йон Ким и Сон Хи Парк здесь бегут. И Гульбрандсен, Хегебока и Деньятун представляют норвежскую сборную. Ну в таком же точно составе бежали и корейская, и норвежская команды. И вот нам самое главное в данной ситуации, ну только по сути вот по красно-синим полоскам на голове шлемов придется различать. У спортсменок очень похожие цветовые гаммы комбинезонов у норвежской и корейской сборной. Ты прям совсем конькобежцем сейчас к велоспорту отнес. Шлемы нашел у нас. Капюшоны. Капюшоны, хорошо. Ну вот Минсу Ким, по-моему, отработала хорошо стартовый отрезок, 18-летняя кореянка. Но ее подруги по команде там испытывали определенные проблемы. Ну удивительно, честно говоря, я думала, что норвежки, которые выставили здесь сильнейший состав, который в принципе возможен. Ну у них Анна Гурбрансен разгоняла, и она, конечно, Минсу Ким очень серьезно проигрывает, молодая норвежка. Но вот Хегебока и Даньятун на втором-третьем круге должны, может быть, ликвидировать это отставание. Но пока секунда между ними. Круг получился быстрее у норвежек, 26,9. Это абсолютно самый быстрый круг из тех двух забегов, которые нам предстоит здесь увидеть. И, соответственно, сейчас посмотрим и Даньяту. Ну вот за полкруга семь десятых отставания норвежек. Ну они гарантировали себе уже место на пьедестале почета. Это весь вопрос первыми или вторыми будут. Нет, все-таки вторыми норвежки. На 28,08 результат кореянок. На почти полторы секунды слабее, чем бежали девушки обе. Ну, кореянки, получилось, на три сотые быстрее пробежали, чем в Херенвейне. Норвежки чуть послабее, но до рекорда мира, который принадлежит сейчас российской сборной, не дотянулись ни те, ни другие. Вот как раз те проблемы. Норвежки, по-моему, была. Которые были в норвежье. Ну, а вот, конечно, Хекебока и Даньяту не хватает третьего человека в этой команде. Они могли бы, в общем, достойного третьего человека. Есть еще Рика Еспицын, но она пока не соответствует уровню. Вот так завершились забеги у девушек. Соответственно, Корея первая, вторая Норвегия и третья сборная Канады. Ну, и американки, не выбежав из одной тридцати, остались за чертой призеров. А так, в общем-то, результаты получились, посмотрите, достаточно плотными. Так было, кстати, и в Херенвене, когда вот 28-11 норвежек, 28-96 голландки стали пятыми. То есть со второго по пятое место тоже было меньше секунды. Ну, у ребят спор должен идти на других скоростях. И там пять пар, то есть десять коллективов заявлено. Посмотрим через пару минут, что же это будет. Это будет исключить из программы и Олимпийских игр, и, соответственно... Так, мы не видим. Китай, мы видим. А нет, Китай есть. Германию не видим. Да. Решили не стартовать немцы. Ну, седьмая лишь позиция у них была. Возвращаясь к разговору о будущем конькобежного спорта с точки зрения той или иной программы, которая может быть добавлена или убавлена из Олимпийской программы или вообще из программы в целом, интересно, достаточно было бы мне прочитать мнение Теда Яна Блумана. Его спросили, а вот какую бы дисциплину ты бы еще хотел увидеть в рамках Олимпийских игр? Он говорит, ну, вы знаете, мы же столько всего надобавляли за последнее время, что мне бы, наверное, хотелось убрать чемпионаты мира по отдельным дистанциям и придать больший статус этапам Кубка мира и больший статус финалу Кубка мира. Ну да, то есть он просто Тед Ян Блуман намекает на то, что чемпионат мира – это всего лишь один старт, и, может быть, условно говоря, оставить его чемпионатом мира, но больше внимания придать именно победителю общего зачета Кубка мира. Потому что это действительно показывает, что именно этот спортсмен на протяжении всего сезона был наиболее стабилен и показывал наивысшие результаты. Поэтому я, честно говоря, так призадумалась, может быть, в этом есть резон. Ну, вот белорусская команда из-за того, что китайцы, вернее, немцы снялись, приходится стартовать в одиночестве. В одиночестве Максим Дубовский, Игнат Головацук и Алексей Кирпичник в составе нет. Ну, заявлен был еще и Виталий Михайлов, самый опытный член белорусской команды. Но вот решили доверить право здесь опробовать эту дисциплину молодым спортсменам, всем ребятам 21-22 года. И, в общем, конечно, любопытно будет посмотреть. Но приятно, что у белорусов хотя бы уже набирается команда. Да, я вот там взглянул сегодня на результаты национального чемпионата. Здесь, конечно, мне приходится говорить о том, что, как в Японии, там по 15 человек из 35 секунд выбегает, там из 35 не выбежал никто. И из 36, по-моему, только Игнат Головацук на национальном чемпионате Белоруссии выбежал. Но, тем не менее, в общем, учитывая молодость этих ребят, учитывая то, что, в общем, именно последние годы в Белоруссии стали уделять больше внимания развитию конькобежного спорта, что в Белоруссии теперь есть скрытый каток. Мы прекрасно видели его два года назад, где проходил чемпионат Европы в классическом многоборе. И в этом году в Минске пройдет 16-18 марта, по-моему, или 15-18 марта, как раз завершающий старт сезона, финал Кубка мира. Вот это, наверное, тоже еще один плюсик в развитии конькобежного спорта в Белоруссии. Но еще немаловажно отмечить, что в Белоруссии достаточно динамично развивается роликовый спорт. И все-таки, учитывая вот эти тенденции современные, и большую популярность среди молодежи, среди детей роликобежного спорта, да, роликового спорта, это всегда азартно, это всегда более доступно, чем конькобежный спорт. Даже от части экипировку можно купить в любом спортивном магазине, да, тогда как наша экипировка все-таки имеет специализацию и узкую профильность. Ну, пока белорусы сфинишировали. Да, ну, 1-23, в общем, такой достаточно скромный результат, то есть, если бы такой результат они показали в Хиренвене, были бы на 10-й позиции, опередив только лишь американцы. Тиньи Гао, Тао Ян и Байлин Ли стартуют у китайцев, и Митчелл Витмар, Джонатан Гарсия и Джо Манти. Ну, вот думали мы увидеть Брайана Хансена, но, видимо, он так натрудился в группе Б на 10 километров, но группа Б на 10 километров бежала, там, сколько, 4 часа назад, даже если не больше. С 25 кругов еще отходить будешь несколько дней восстанавливаться, это как раз та тема, которая очень часто в прошлом сезоне звучала, что сколько нужно дней, чтобы восстановиться после 10 километров. На самом деле удивительно, и удивительно с точки зрения плюса, да, приятно удивительно, что американцы выставили свой сильнейший состав, по сути дела, и даже призер дистанции 1500 метров, удививший нас Джо Манти, а сейчас, правда, он почему-то с небольшим таким отставанием от своих коллег по забегу бежит. Итмар, как всегда, энергично, слишком энергично стартовал. Да, и Гарсия здесь убежал вперед, поэтому бедный Джо Манти все три круга в одиночестве практически проедет. Ну и поэтому проигрывают, нет, ну американцы пока выигрывают у китайцев, и нам их совсем, китайскую сборную, не показывают, у режиссеров не получается следить одновременно за двумя командами. Ну отличный круг получился у Джонатана Гарсии, 24,7, правда, отметка-то даже была, у него на круг был быстрее, отметка на, все-таки, скорее засекалась по Джо Манти, который держался там на определенном расстоянии от своего коллеги по команде. Ну и вот Манти финиширует, явно лучше будет результат американцев до 20,58, с таким результатом можно было Хирин Мини бронзовым призером стать, 1,23,50, китайцы наоборот проиграли своему результату Хирин Мини, 54 сотые секунды. Ну вот как там распределились силы, но, наверное, Тинью Гао стартовал, а вот как там дальше, Тау Янг и Байлин Ли, кто из них финишировал, только на замедленном повторе, показывают нам фрагменты бега китайцев. Ну, что ж, американцы как-то немножечко скрасили свое поражение в Хирин Мини. Итак, корейская сборная Тай Юн Ким, Мин Кью Ча и Вон Хюн Джан без Тай Бумо бегут, ну а финны на этот раз не заявили в командный спринт Пеку Кёскелю, и у них, в общем, единственные три бойца конькобежной финской армии, это Харри Лева, Мика Поутала и Томми Пули. Но Пули, соответственно, не бежал в Хирин Вейне, тогда финны стали пятыми 1.21.09 и 16 сотых секунды им тогда проиграли корейцы. Ну вот, тоже любопытно, конечно, то, что финны заняли пятое место впереди в корейскую сборную. Харри Лева разгоняющий финской сборной и, в общем, тоже небольшой просвет дал. Ну, что касается выбора тренеров в корейской сборной, то я думаю, что тоже, в общем, ставят больше на молодость. 93-го года Мин Кью Ча, Тай Юн Ким 94-го года рождения. И вот, может быть, стараются уже выкатывать такую более молодую команду. Но пока, ну, то, что финны проигрывают результаты американцев, в общем-то, наверное, логично. И вот корейцы тоже пока не могут собраться, вот и плотно идти один за другим. Спринтерам, может быть, даже сложнее это делать, чем тем ребятам, которые бегают в командной гонке преследования. Там все-таки чуть больше, скажем так, навыков совместного выкатывания. Ну, спринтеры почему ускоряются друг за другом тоже в режиме тренировочного процесса. Поэтому, по большому счету, достаточно интересная, может быть, как дисциплина, одна из дисциплин, где разыгрываются медали. Но пока, конечно, невидимые, прям, откровенно, сильные составы, да, сильнейшие составы. Но пока эта дисциплина не приобретет более официальный статус, не окажется в программе, скажем, чемпионатов мира хотя бы, так и будет продолжаться. Если вспоминать, как командная гонка преследования начиналась на старте этого века, первые тоже забеги, тоже, в общем, никто не понимал. И с масс-стартом также было. То есть, новые дисциплины, и к ней, в общем-то, осторожно подходят и, соответственно, осваивают все дисциплины. В четвертой паре, имея лучший результат американцев, стартует польская и российская команда Артур Нагаль, Петр Михальский и Себастьян Клашинский, по-моему, да, в составе. И российская сборная, но здесь без альтернативно. Артем Кузнецов, Михаил Козелин и Михаил Кокшаров. Ну, приятно, что мы Кокшаров и Козелин, да, собственно говоря, и Кузнецова увидим, потому что эти три бойца, которые... Бежали в группе «Б». Бегают у нас в дивизионе «Б», и, к сожалению, да, вот Кузнецова мы видели на старте в Херенвейне. Ну, как раз в командном спринте, да. Бежал вместе с Мурашовым и Есиным. Ну, и интересно, в общем, ребятам так попробовать себя. Ну, что касается Михаила Кокшарова, он, в общем, спортсмен-то уже достаточно опытный, но это, по сути, его первый в сезон на высоком международном уровне. Вот поляки тоже так друг друга не поймали. Тут развалились, Плашинский, да, немножко под отстал. При том, что, в общем-то, он умеет бегать 500 метров и, по идее, должен был быть вместе с командой. Сейчас Михаил Козелин и на заключительном этапе побежит... Кокшаров. Михаил Кокшаров, да. Ну, это понятно. Было у нас распределение сил. Артем Кузнецов сильнейший спринтер. Он разогнал команду. Он наш сделал такой хороший круг 24-7. Да, из 25 секунд. Ну, и надо держать эту скорость. Постараться. И поляки, в общем, тоже не идеальны. И сейчас уже наши чуть-чуть впереди. Посмотрите, на полсекунды практически Михаил Кокшаров опережает Себастьяна Клашинского. И финиш. Да, наши выигрывают. И на второе место забираются, да. То есть они сейчас только до результата американцев не дотянулись. Так в этом составе мне даже быстрее показывают секунды. В сравнении с тем, что было в Херенвейне 1,20 и 94. Ну да, 13 сотых разницы. В общем, налаживают взаимодействие. Может быть, Артем чуть-чуть побыстрее разогнался, потому что он на этом этапе как раз в первый день обновил свое личное достижение сезонное на дистанции 500 метров. Помог команде. Ну что ж, наши вторые. И сейчас все решится, будет ли снова сборная России в призах. Ну, правда, очень серьезные соперники сборной Канады и Норвегии. Тоже сильнейший. Джилмар Джунио, Алекс Буавер-Лакруа, Винсан Деэтр. У него разгоняющий. Соответственно, Винсан Деэтр будет финишировать. Очень хороший. Хотя, ну да. Ну и норвежцы, я это просмотрел. Понятно, Лоренсен и, наверное, Деор Магнусен и Хенрик Фагерли. Рюкки бежали за норвежскую сборную в Херенвене. Наверное, тот же состав остался. Тогда норвежцы стали вторыми. 1-20 ровно. Канадцы победили. И они, канадцы, сейчас владеют мировым рекордом в этой дисциплине. 1-19-55. Ну, как мне кажется, для многих спринтеров это хорошая такая дополнительная тренировка скоростная. Она, наверное, равна, как многие именно так ее расценивали. Старк, ну, на этой дистанции. Ну, вот канадцы тоже там поначалу были маленькие проблемы. Винсан Деетер не сразу уцепился за Желмром Жунио. Уселся. Ну и пока идут первое-второе время. Но преимущество норвежцев невелико над графиком бега американцев. У канадцев, конечно, Винсан Деетер может выдать хороший последний круг. Тоже, посмотрите, круг канадцев из 25 секунд. 24,7. Но здесь бы я поставила на Лоренцена, конечно. Против Деетера? Да, Деетер тяжеловато смотрелся на полуторке. Ну, посмотри, 66 сотых надо отыграть за полкруга Лоренцену. Мне кажется, что это сложно будет сделать. Да, не успевает. Хотя сократил отставание. Ну, а канадцы что? Новый мировой рекорд. 1,1953 на 0,02 секунды. Быстрее, чем неделя назад в Херенвене. Ну, и норвежцы прибавили 1,1984. Это тоже быстрее, чем было у них в Херенвене. Ну, и как не обидно признавать, но именно вот такой классный бег канадцев и норвежцев оставил российскую сборную на четвертой позиции в этой дисциплине. Но учитывая мегаэкспериментальный состав российской сборной, по сути, Артем Кузнецов только из основного состава, наверное, четвертое место стоит признать, в общем, очень хорошим результатом и корейцев, и финнов, и поляков. Опередили, в общем, тех, кому, в общем, можно было достаточно высоко оценивать. Но и норвежцам, наверное, обидно, что не одержали они в завершении этапа победу, но уж больно много было свершений у них в первые два дня, так что они уже могут признать этот этап успешным. Вот, пожалуй, все о том, что происходило в Ставангере эти три дня. Варвара Барышева, Игорь Шуцов, вам с удовольствием об этом рассказывали. И теперь, после меньше, чем две недели паузы, у нас будет до следующего этапа в Канаде, в Калгари. И там будем ждать, если не мировых, то хотя бы личных рекордов в большом количестве. Да, в первый же день календарной зимы мы снова встретимся с вами на очень быстром льду Калгари и ждем там рекордов, в том числе и от наших спортсменов. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok